Юля, приветствую вас. Здравствуйте. Спасибо за то, что вы нашли время со мной переговорить. Мы сейчас в Тарнове. Никогда не был в этом городе. Ради вас специально приехал в Тарнов. Это Малопольское воеводство, недалеко от Кракова. Знаю, что вы здесь уже находитесь несколько месяцев. Занимаетесь, тренируетесь. Как поляки приняли вас лично? Я знаю, что отношения поляков очень хороши к украинцам. Но лично вас, как это все было и как это происходило? На самом деле поляки относятся очень хорошо. И когда подписывался контракт, то сразу я спросила агента, могу ли приехать раньше в этот город. Потому что уже 6 месяцев из-за войны я не тренировалась. То есть я потеряла форму и хотела приехать пораньше, чтобы начать тренироваться. Без проблем. Агент сразу связался с клубом. Они мне предоставили жилье, за которое вообще я ничего не платила. То есть я приехала раньше. Они говорят, без проблем. Да, ты приезжаешь, ты тренируешься. То есть было отличное условие. То есть большой стадион, там, где я начинала входить в форму. Тренажерный зал. То есть вообще без вопросов. Они принялись спокойно. За что я очень благодарна. Вы знаете, вот вы вспомнили за отсутствие опыта, ну, навыков игровых, которые были из-за трагедии, которые происходят в Украине. Но ведь это касается и многих спортсменов. Я думаю, что это касается и других видов спорта, и разных возрастов. Как ваши коллеги переживают это? Как у них складывается сейчас спортивная карьера? Я понимаю, это вопрос сложный, но я так понимаю, каждый старается находить какие-то свои способы реализации данной ситуации, да? Да, большинство уехало за границу. То есть кто играл в Турции, остался в Турции. Кто был там-то, уехал в другое место. Многие остались в Украине. Девчонки, которые знаю, не бросили и продолжают заниматься. А как вообще в данной ситуации, что нам делать с детьми? Я сам помню себя хорошо, когда я футболом занимался в школе. Ну, были старшие, которые нас направляли. Но сейчас дети, которые оказываются в ситуации нынешней, они не понимают дальнейшую свою судьбу спортивную. Многие могут уехать и выступать за другую страну. Как нам сохранить генофон спортивный, так, чтобы мы инвестицию в будущее сделали, чтобы спортсмены, которые выехали, помогали нам, Украине? Да, на самом деле это большая проблема сейчас. И я считаю, что за этой проблемой нужно заниматься, развивать ее. И главная идея фонда заключается именно в этом. Фонда, вы создавшие дети войны? Да. А вот мы следующий вопрос, на самом деле, опередили. Я видел ваше видео. Вам, кстати, спасибо, что вы присоединились к фонду. Я слежу за всеми вашими видео, фотографиями в Инстаграме. У вас очень много подписчиков. Кстати, как отреагировали люди на то, что вы присоединились уже публично к деятельности фонда последовавших дети войны? Наверное, неоднозначно было. Одни сказали, молодцы, другие сказали, ну зачем оно это все, благотворительность. Ну, в основном, да. Но Европа, скорее всего, поддержала. Ну, и Украина, соответственно. То есть я получила очень много сообщений, что это хорошее дело, доброе. И очень рада, что я присоединилась к фонду. И я считаю, что у нас есть очень большие шансы, потому что у меня, как говорится, армия подписчиков. Не только из Украины, но и из Европы. И я думаю, что очень много присоединятся и будут помогать фонду. Я на это очень рассчитываю. А как вы думаете, вот в чем философия благотворительности лично для вас? Почему вы это делаете сейчас, несмотря на то, что существует огромное количество других фондов? Все стараются Украине помочь. Другие говорят, что недостаточно помощи. Какая у вас мотивация в данной ситуации? Мотивация в том, что если каждый по чуть-чуть будет помогать, несмотря где он находится, за границей или в Украине, то это приблизит на нашу страну к той самой долгожданной победе, которую мы все ждем. То есть вклад даже и из-за рубежа, он может быть не менее важен, чем те, кто внутри находятся. Конечно. А каковы вообще планы у вас? Я знаю, это провокационный вопрос. Мы не знаем, где мы завтра будем находиться. Я вот сейчас еду в Каунас, еду из Вены, специально приехал сюда. Вы сейчас в Польше, завтра можете в другой стране оказаться. Какие планы у вас на будущее и как можно дистанционно сохранить отношения к Украине и помогать Украине? Андрюш, я в принципе не привязана по роду своей деятельности, как спортсмен. Я могу находиться в любой стране, то есть это не проблема. И я найду всегда время и ресурсы, и возможности помогать Украине, несмотря где я нахожусь. Поэтому я не думаю, что это большая проблема. И это должен делать каждый украинец, находясь в Украине, не в Украине, помогать хоть чем-то, чем только можно помогать Украине. Спасибо, спасибо за то, что ответили. И последний вопрос такой, привокационный, насчет Одессы, вы же Одесситка. Конечно. Поддерживаете контакт с близкими, со знакомыми? Есть ли те, кто вообще уехал? И есть ли те, кто остаются там, несмотря на достаточно сложную, драматичную ситуацию? Ну, моя семья, моя мама, папа, сестра и очень много грозников до сих пор находятся в Украине. Я поддерживаю связь, естественно. Просыпаюсь с этой мыслью, чтобы позвонить, узнать, что все хорошо. Засыпаюсь с этой мыслью, даже после тренировки и моментами беру телефон на тренировку, чтобы, если не дай бог что, чтобы я была в курсе, как сейчас мои родители и все мои родственники. Уехало большинство тоже за границу. Ну, просто есть, вот Запорожье в основном, когда начинались эти все бомбежки, то, естественно, у кого дети особенно, не стали рисковать и поуезжали, у кого есть родственники за границей, то все переехали туда. То есть Одесса сохраняете? Конечно. Это очень важно, потому что поддержка из-за рубежа, даже вот такая моральная, телефонная, она очень уже не важна. Это как много критики иногда бывает, потому что и тем, кто уехал. Знаете, я наоборот стараюсь как-то синергию сделать. То есть украинская диаспора сильна за рубежом, и если люди вынуждены уехали, то это не означает, что они там украину не любят, они наоборот стараются поддерживать страну. Конечно. Как тренировка вообще предстоящая? Много тренируетесь вы? Тренируемся много. Украинцы много в Тарнове? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok